всем привет меня зовут наталья вы находитесь на моем канале все в жизни связано и сегодняшний мой видео урок будет посвящен вязанию вот такой вот сумки летней сумки шопера который которая прекрасно впишется как в городской ритм так и подойдет для пляжного отдыха для морского отдыха значит вязать я эту сумку буду из крученной рафии это вот такая турецкая рафия которая продается в пасмах она имеет разный метраж каждой пасме от 200 до 350 грамм приблизительно плюс-минус и вот на такую сумку в среднем понадобится 300 грамм вот такой крученной рафии значит сумка вяжется очень быстро очень легко и очень просто не вызовет ни у кого никаких проблем в том числе и у новичков тоже значит для того чтобы облегчить и ускорить процесс вязания я взяла донышко из кожзаменителя буду использовать его но также можно использовать и вязаная донышко кто не умеет вязать овальная вязаная донышко я оставлю ссылочку после под видео где на свой видео урок где вы сможете посмотреть как она вяжется значит вяжется сумка а быть двумя способами начинается столбиками и без накида средняя часть вяжется столбиками с накидом и заканчивается тоже столбиками без накида ручки у нее тоже вязаны обычными столбиками без накида связанные закрывается сумка на магнитные кнопки и внутри подкладка у меня не предусмотрено внутри у нее вот такой карман значит вот так она выглядит изнутри я считаю что на летние такие сумки подкладкой не нужна она ее будет как утяжелять а так это очень объемная вместительная легкая летняя сумка значит у меня она по ширине получилось 45 сантиметров а высоту она у меня получилось 33 сантиметра значит высота ручек у меня 60 сантиметров значит что необходимо для вязания сумки минимум материалов это крючок двух размеров 3 и 4 номер это донышко заготовка это магнитные кнопки это игла с широким ушком для того чтобы пришивать сумки и карман и нужны будут маркеры для того чтобы обозначить места пришивания ручек и обозначить начало ряда в нашей сумке ну и конечно же основной материал это рафия кстати оговорюсь что вязать сумку можно не обязательно и скрученной рафии можно из любого вида рафии вязать и у меня на канале есть видео где я вяжу сумки из рафии испы китайской и из рафии фибра натура турецкой и в данном случае сейчас я вижу вот третий вид рафии это турецкая рафия в пасмах крученная все в принципе можно приступать к вязанию ровно в 7 петелек и так приступаем к вязанию сумочки и коротко о том что нам понадобится значит вязать я буду вот из такой крученной рафии она продается в пасмах и прежде чем значит а где-то примерно в одной пасме они не не равномерные продаются примерно в одной пасме 250 300 грамм в принципе этого количества на сумочку хватает если донышко вязать как у меня я буду вязать из кожаного или из кожи зама донышко то и 250 грамм хватит если вязать донышко из самой жирафии то где-то пасма в 300 грамм подойдет вам на сумочку значит то понадобится два крючка 4 и 3 четверкой я буду вязать основной узор сумки а крючок номер 3 мне понадобится для обвязки донышко чтобы легче было вынимать и доставать ниточку потому что отверстия небольшие в донышке и в каждое отверстие нам придется несколько раз протягивать крючок с нитью поэтому я беру крючок меньшего размера а вот и в данном случае как у меня понадобится донышко значит донышко у меня размером 25 на 12 сантиметров значит это донышко мне подходит для моего оптимального размера сумки шоппера которая будет прекрасно дополнять ваш образ и лук и на во время отпуска пляжного и во время и летом просто в городском цикле значит какие есть нюансы по поводу донышек девочки кто уже вязал с донышками те знают что есть донышки которые и с наружной стороны и с внутренней обработаны кожей и тогда я ничего дополнительных никаких усилий нам не потребуется а просто обвязываем и начинаем вязать сумочку но у меня вот я купила бюджетные донышки из кожзама они обработаны значит искусственной кожей только с наружной стороны а с внутренней они просто уплотнены вот таким плотным картоном так как я в сумочку не планирую делать подкладку я в сумке из рафии не пришиваю подкладку не хочу ее тягощать они получаются без подкладки легкие воздушные я просто туда ввязываю карман для мелких вещей и достаточно он она внутри такая же красивая как и снаружи поэтому мне для того чтобы сумочка изнутри выглядела эстетично мне нужно будет закрыть вот это донышко с внутренней стороны значит что я сделала я из рафии вот уже вот в этом донышке я из рафии уже связала вот такое дно овальное обычными столбиками без накида по размеру вот этого моего кожаного донышка значит так как кто не знает как вязать овальное дно я оставлю ссылочку под этим видео у меня есть видео урок как вязать донышко овальное можете у кого будет такое же дно как у меня можете туда пройти по этой ссылочке и связать вместе со мной значит для того чтобы просто закрыть донышко не нужно его ничем укреплять не нужно вязать столбиками в раскол для того чтобы она была плотная она просто обычно вяжется обычными столбиками очень быстро очень быстро и легко а для тех девочек которые не у которых нет уже заготовки донышко а кто планирует сумку полностью вязать из рафии тем нужно конечно как привязание донышко учитывать то что его нужно уплотнять уплотнять значит первая вязка это дом это столбиками в раскол она должна вязаться обязательно и уплотнять другим материалом я в частности уплотняю ригелином я достаю вот эти лесочки усики из ригелина разрезая его и каждый ряд я провязываю с ригелином и тогда дно держит форму и она не провисает у нас значит у меня тоже есть мастер-классы по вязанию сумочек просто из другого вида рафии там где я именно вывязывала дно и там где я пользовалась ригелином я тоже оставлю ссылку кому будет необходимо можете пройти по ней и связать это дно у кого нет заготовки вот а я буду приступать к вязанию с заготовкой значит прежде чем начинать вязать мы рафию из пасмы должны обязательно перемотать в клубок потому что вязать мы не сможем это будет невозможно она будет падать путаться запутываться и вязание затянется на длительное время вот я буду вязать с голубой рафии я уже перемотала вот таким образом в клубок ее и теперь мне ничего не будет мешать легко и быстро и ее вязать значит как я уже сказала вязать я буду вот таким голубым цветом но так как я донышко уже подготовила поэтому я вам покажу на вот этом донышке а дальше мы уже будем вязать с вами голубым основным цветом каким я и планирую сумку значит что нужно сделать когда донышко у вас уже есть и готово значит вязание мы начинаем с обвязки донышко вот такой цепочкой для чего это делается для того чтобы с обратной стороны вот эти дырочки потом вот эти не просвечивались а сумка выглядела эстетично и красиво значит итак приступаем к обвязку донышко значит я беру крючок номер три которые меньше диаметром и начинать вязать мы будем не с вот этой округлой стороны а вот где начинается у нас прямая сторона значит вынимаем петлю продеваем следующее отверстие крючок вот здесь закрепляем кончик который у нас висит и из основной нити вынимаем следующую петлю и соединяем соединительным столбиком вот так и точно так же делаем все остальные петли снова вставляем крючок обвиваем вот этот хвостик чтобы он у нас потом нам не мешал мы его просто ввязываем и все вынимаем петлю и соединительным столбиком провязываем еще раз покажу вставляем крючок и вынимаем основную нить и соединительным столбиком провязываем вот у нас вот начала формироваться уже косичка значит на что на какие нюансы следует обратить внимание чтобы вот эта петля которую мы первую вынимаем она всегда была у нас примерно одного размера мы сильно не затягиваем и сильно не вытягиваем а у нас вот эти косички должны быть примерно одного размера следите за этим натяжением и все вот таким образом раз и натянули все продолжаем обвязывать самостоятельно и встречаемся уже там где нужно соединять вот я обвязала наше донышко вот так она выглядит изнутри и теперь мне нам нужно соединить вот эту цепочку значит что я делаю немножечко вытяну петлю и теперь вот сюда в первое отверстие с которого мы начинали вставляю крючок и ввожу эту петлю в это отверстие все и вот таким образом зафиксировала нить все и теперь начинаю именно вот эту вот эту вот обвязку значит у меня по периметру пятьдесят четыре отверстия я уже заранее просчитала сколько мне нужно набрать какое количество петель для нужного мне размера сумочки поэтому я значит вычислила что петли я буду набирать вернее обвязку и буду проводить следующим образом буду чередовать значит в одно отверстие я буду провязывать три столбика без накида следующие два по два столбика снова три по два три по два и тогда я выйду на необходимое для меня количество петель значит начинаю обвязку с первого с которого мы и начинали отверстие значит в этом первом отверстие у меня по идее должно быть три столбика без накида но я сейчас провяжу два но подразумевается что здесь будет три я провяжу два и когда мы будем соединять ряд я провяжу 3 для незаметного соединения поэтому мы провязываем 2 но подразумеваем что здесь три и дальше следующие два отверстия мы вяжем по два столбика без накида 1 2 видите для чего понадобился крючок меньшего диаметра потому что в одно и то же отверстие мы будем несколько раз провязывать нить так 2 и в следующий тоже два столбика 1 2 теперь следующие три столбика без накида 1 2 3 итак у нас вот здесь будет 3 здесь 2 2 снова 3 2 2 провязываем 2 столбика и еще два столбика так зачем нужно следить здесь здесь нужно следить за натяжению вот в этой косички нити чтобы она не провисала и не затягивалась примерно вот так одинаковое расстояние должно быть и в следующий 3 1 2 и и 3 вот так у нас получается обвязка дальше продолжаем сами 2 2 3 2 2 3 и так далее и встречаемся в конце ряда и вот я уже на основном своем донышке вот сделала обвязку дошла до конца ряда вот у меня здесь было три столбика без накида здесь два здесь два и вот этот с которой мы начинали с двух столбиков но мы провязываем сюда третий столбик без накида и и теперь просто соединительным столбиком вводим крючок под две петли и просто соединительной петлей соединяем наш ряд все мы замкнули наш ряд и обвязка донышка у нас закончена теперь мы приступаем к вязанию самой сумки значит первый ряд мы просто провязываем под каждую петлю столбик без накида стараемся следить за натяжением нити чтобы все столбики были ровные и одинаковые и красивые все самостоятельно провязываем до конца ряда просто столбиками без накида девочки для удобства чтобы мы нам понимать где ряд начинается где заканчивается мы будем вязать по кругу с вами и чтобы видеть где у нас начиналось вязание вот сюда вешаем маркер все продолжаем вязать этот ряд столбиками без накида так первый ряд провязан вот мы дошли по я повесила маркер мы дошли до места соединения и теперь мы не будем никак соединять мы просто будем вязать по спирали по кругу меняем крючок убираем уже троечку и берем основной четверку и продолжаем вязать по кругу столбиками без накида еще 9 рядов всего вместе с первым рядом у нас должно быть связано 10 рядов столбиков без накида все провязываем 10 рядов всего столбиков без накида и встречаемся на вывязывание основного узора все вот у меня 10 рядов столбиками без накида провязано и теперь мы можем приступать вывязыванию основного узора который будет очень простым лаконичным и в то же время смотреться очень симпатично значит мы будем вязать столбиками с накидом с одним накидом значит делаем одну петлю подъема и дальше начинаем вязать точно так же по кругу просто столбиками с одним накидом значит вяжем таким образом нужную высоту сумочки кто какую хочет не довязывая где-то 4 5 сантиметров потому что мы сделаем потом кукантик тоже со столбиков без накида куда будем цеплять прикреплять магнитные замочки и сумочка будет у нас принимать благодаря этому канту завершенный вид значит у меня примерно в высоту это в зависимости от того каким крючком вязать и какую высоту сумки хотите то это занимает где-то 16-18 рядов столбиками с накидом вот таким образом вот такими столбиками с одним накидом мы вяжем с вами на необходимую высоту сумочки не довязывая 5 сантиметров все вяжем самостоятельно и встречаемся уже на кантике и еще девочки я забыла вам сказать что вот здесь по кругу после того как мы сделали обвязку донышко у нас должно было получиться сто двадцать шесть петель и вот все эти сто двадцать шесть петель мы не без прибавок без ничего вяжем просто по кругу благодаря значит нашему узору сумочка сама по себе и благодаря смене крючка сумочка сама по себе начнет расширяться к верху и вверху у нас приблизительно она будет шириной в 30 сантиметров ой да ой простите в 40 сантиметров это вполне стандартный шоппер стандартного размера который очень удобный очень вместительный и в то же время не совсем огромные и не совсем громоздки все вяжем самостоятельно дальше до нужной высоты сумочки вот я провязала 16 рядов столбиками с одним накидом и я померила сумку у меня получилось примерно 26 сантиметров высоту всего вот от начала донышко и я так рассчитываю еще сантиметра 4 5 связать на столбиками без накида и у меня высота сумки моя так и выходит на 30 31 сантиметр так как я и планировала значит для меня достаточно кто хочет повыше может провязать еще несколько рядов и теперь мы переходим точно также по кругу как мы вязали всю сумку круговым вязанием переходим к вязанию столбиков без накида и тут уже количество рядов вы варьируете самостоятельно в зависимости от того какой высоту сумки вы желаете значит я провяжу 8-10 рядов и все для меня это будет достаточно 10 рядов это будет ровно столько же сколько мы вначале провязывали в общем смотрите как вам больше нравится вот я определилась для себя так 8-10 рядов буду вязать по кругу столбиками без накида вяжем самостоятельно все все эти не 8-10 рядов и тогда встречаемся уже на обвязке нашей сумочки старайтесь при вязании уже этих столбиков без накида не делать свободные слишком здесь петли пусть наша сумочка уже принимает на такой законченный завершенный вид старайтесь чтобы все вот здесь вот петельки у вас были одинаково натянуты и не слишком расхлябаны не слишком свободные все продолжаем дальше вязать самостоятельно все провязала я свои ряды без столбиками без накида у меня их вышло 9 рядов я решила что мне достаточно на мою высоту сумки и теперь начинаю делать обвязку для того чтобы сумка имела законченный вид просто обычными соединительными столбиками по краю поверх по верхнему краю сумки я делаю обвязочку вы можете делать обвязку так как вам нравится может кому то у кого то есть свой способ может кому то нравится рачьим шагом я многие сумки свои из предыдущих видео видео обвязывала рачьим шагом это тоже фактурный такой край получается красивый но в данном случае я захотела сделать вот такую обвязку обычными соединительными столбиками вот такой край получается он более плотный и и и так более завершенный вид имеет сумочка продолжаем обвязывать самостоятельно до конца ряда все вот я обвязала по кругу вывела петельку на обратную сторону обрезала нить и теперь просто затягиваю эту петлю и с обратной стороны спрячем ниточку все значит сумочка у нас готова теперь ее нужно будет отпарить и есть следующие следующие этапы у нас это вывязывание ручек кармана и соединение всех деталей и так приступаем к вязанию ручек ручки я буду вязать самым самые обычные самые простые но они очень хорошо смотрятся обычными столбиками без накида только по соответственно поворотными рядами для этого нужно набрать 7 до 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и 1 петля подъема теперь одну петлю пропускаем идти в каждую дужку провязываем по одному столбику без накида 1 2 3 4 5 неправильно подхватила 5 6 и в первую петлю 7 теперь делаем в одну петлю подъема разворачиваем ручку и в обратную сторону то же самое 4 5 6 и 7 считаем почему рекомендую считать в каждом ряду провязанные столбики чтобы не сбиться и ручка у нас не закосила не стало уже или наоборот шире 7 петля подъема развернули и снова 7 петля подъема развернули и так далее нужным вяжем нужную высоту ручки кому какие нравятся кто-то любит средние например где-то примерно 45 50 сантиметров я люблю 60 65 сантиметров чтоб удобно было носить на плече кто-то там в зависимости от размера своего может быть вяжет длиннее от размера и роста может быть вяжет длиннее 70 сантиметров ручки это уже кому как нравится кому на какую модель нужно я буду вязать 60 65 сантиметров вяжем одну ручку и вторую две ручки для нашей сумки самостоятельно вот такая ручка получается продолжаем вязать дальше итак сумочка у нас готова ручки у нас готовы и осталось связать квадрат значит я квадрат связала потому что особого труда и он никакого не представит я вам просто расскажу его как быстро и легко связать единственное что нужно знать это на вот такой средний размер нужно набрать 28 петель плюс 1 петля подъема и вязать высоту столбиками без накида поворотными рядами 20 рядов значит когда у вас 20 рядов как у меня в данном случае будет связано нужно просто по кругу по периметру всего квадрата сделать обвязку просто обычными столбиками без накида ничего сложного вязание кармана ничего нет значит просто обычными столбиками без накида мы делаем по кругу по периметру квадрата обвязку на углах в каждой в одну петлю провязываем вот здесь на углах провязываем по два столбика для того чтобы углы красиво выглядели все обвязываем все карман у нас тоже готов теперь мы идем сейчас дружно отпаривать все детали нашей сумки и будем соединять все и так я отпарила все изделия нашей сумочки вот и не получилось уже вот такая вот красивая ровненькая сумка вот они у нас ручки ровные красивые вот карман вот такой и теперь значит я буду пришивать прикреплять замочки к ручкам из пришивать сами ручки значит я при помощи маркеров отмерила центральную частью на каждой половине сумки и отметила для того чтобы не сбиться и ручки пришить ровно значит замочки у меня будут магнитные вот такие магнитные кнопки крабики значит я вставляю наконец ручки магнит и таким образом и зажимаю усики я помогаю отверткой вы может быть полоскогубцем что у вас есть вот таким образом прятать нам ничего не нужно потому что я буду пришивать ручку с внутренней стороны вот таким образом и снаружи у меня ничего не будет видно и внутренняя сторона нашей кнопочки уйдет и спрячется срединку никаких дополнительных манипуляций производить не следует и вторую точно так же вставляю и закрепляю теперь нам понадобится игла с широким ушком я оставила когда вязала ручки оставила нить вставляем нить в иглу с широким ушком и пришиваем ручки вот таким образом вот где у нас маркер это среди на нашей ручке вот примерно на расстоянии 3-4 сантиметра мы ее прикладываем маркер по центру ручки и аккуратно пришиваем когда мы выходим на лицевую сторону мы стараемся шовчик делать как раз от между петелечками чтобы его видно совершенно не было вот здесь я про вот видите я сделала шов затянула и его не видно и так таким образом пришиваем все четыре стороны с двух ручек самостоятельно все вот я пришила одну ручку видите на лицевой стороне вообще ничего не видно никаких швов ничего совершенно сам с обратной из изнаночной стороны выглядит вот так ниточки только осталось обрезать все вот вторую ручку пришиваем точно так же и потом когда будет пришиты обе ручки точно также по центру по задней на стеночке сумки пришиваем вот так внутри карман вот таким образом отцентровываете и пришиваете и все и сумка готова значит мой сегодняшний мастер-класс по вязанию сумки из скрученной рафии закончился кому он был полезен и кому понравился подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик потому что лето только началось впереди очень много интересных в моделей сумок и моделей шляп у меня в планах записывать видео уроки а на сегодня у меня все удачного вязания и ровных всем петелек а Субтитры подогнал «Симон»